Фотография вошла в жизнь современного человека вместе с развитием соцсетей настолько, что фотоотчеты о любых событиях – ежедневная практически обязательная привычка. Красивыми фотосессиями на природе никого не удивить. Девушки примеряют различные образы, с радостью перевоплощаются, чтобы запечатлеть свою красоту на лоне вечного и прекрасного. К сожалению, зачастую, приехав на так называемую локацию, приходится сначала подразобрать завалы мусора и лишь потом приступать к творчеству. Это сподвигло Юлию Сударикову организовать особенный фотопроект. Пришла в голову мысль подчеркнуть этот трэш, который творится. Соответственно, мы и так это делаем всегда, а здесь просто призвать людей, чтобы так же продолжали делать. С нами просто в челлендж привлеклись к этой идее, чтобы просто положить в машину эти мешки, где бы мы ни были, в лесу, неважно. Модели с удовольствием откликнулись. Быть равнодушными к тому положению дел, которое сложилось вокруг рязанских водоемов и мест отдыха, оставаться, пожалуй, трудно. Салфани было, конечно. Но терпимо было, терпимо. Зато эффекты и результаты очень порадовало. Просто все-таки, на самом деле, я была шокирована, насколько там грязно. И люди тут же отдыхают. И даже не обращая внимания на мусор. На мне была газета и салфаны на голове и платье из салфановых пакетов. Было очень страшно находиться в таком месте, потому что столько мусора я, наверное, еще ни разу не видела. Для этой съемки выбрали Барковской карьер. Здесь девушки перевоплощались в образы с помощью реквизит найденного тут же мусорных пакетов, бумаги, бутылок. Я из Чебоксар. Изначально, я когда даже приехала в Рязань, для меня, вот честно, ну, грязный город. Вот если сравнить с остальными, но постепенно, когда я вот здесь вот живу, да, я смотрю, что вроде что-то делается. Но когда Юля вот предложила вместе с Кристиной именно такой проект в качестве модели, мне, конечно, это очень понравилось. И мне хотелось, это был как крик души. То есть, люди, посмотрите. И когда мы приехали в Борки, мы потому что раньше там купались, и я увидела вот эту вот груду мусора, и я, ну, не знаю, это был реально шок. Каждый сделанный кадр призывает рязанцев не сорить и после отдыха убирать за собой мусор. Каждый наполнен особым символическим смыслом. Настрой был такой, чтобы призвать людей посредством фэшн красивой фотографии обратить внимание на наши проблемы. Потому что все мы знаем, что все сейчас любят котиков, красивые лица и прочее. И, соответственно, на такие проблемы глобальные никто не обращает внимания. Знаете, тот момент, когда, ну, все знают, что у нас там плохо, там плохо, там плохо. И, соответственно, ну, есть и есть. Меня не касается, и ладно. Все участники этого проекта уверены. Если каждый из нас перестанет быть равнодушным и приложит хоть маленькое усилие, мир вокруг очень быстро начнет становиться лучше. Я практически ежедневно, пока выхожу гулять со своей собакой, беру пакетик и на протяжении двух лет по парку хожу и собираю мусор самостоятельно, без какого-то проекта. И тут, когда я узнала, что у нас идет такой интересный проект, я просто не могла, скажем так, не поучаствовать в нем, потому что, на самом деле, для меня эта тема очень важна и актуальна. Я пошла на этот проект с посылом рассказать уже детям, рассказать поколению, которое подрастает, что не надо так делать. К сожалению, пока на призыв автора идеи Юлии Судариковой принять участие в челлендже и снять видео о том, как благодаря действиям каждого становится чище в родном городе, никто не откликнулся. Но девушки уверены, этот проект обязательно тронет чьи-то сердца, и их призыв не останется неуслышанным. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». До свидания.